Всем привет! С вами Егор Твилетинов. Я уже за рулем, а значит, начинается программа «Эх, дороги». Сегодня прокатимся по городу, как обычно, расскажем, где что у нас не так, на какие моменты нужно обратить внимание. В общем, будет интересно и информативно. Погнали! Ну и первое, о чем хочется сказать сегодня, 16 августа, это то, что с сегодняшнего дня комплексы фото-видео фиксации, вот такие вот, начинают фиксировать непристегнутый ремень безопасности водителя и пассажира. Отвечая на вопрос многих людей, кто писал в социальных сетях, да, мне выписали штраф за непристегнутый ремень безопасности, когда мы снимали сюжет, я сознательно его отстегнул. Отвечая, опять же, на многие вопросы, фиксироваться нарушение будет автоматически, но решение о том, выписывать штраф или не выписывать, будет принимать инспектор. То есть, не волнуйтесь, никаких случайных писем счастья, как принято говорить, к вам не придет. Но пристегиваться нужно, нужно это делать на любой скорости, обращаю ваше внимание. Пристегивайтесь обязательно, камеры, фото-видео фиксации будут штрафовать и фиксировать ремень безопасности. Приехали мы на Свиязева-4, перекресток улиц Свиязева и улицы Карпинского. Здесь отремонтировали дорогу, все классно, все супер, значительно расширили проезжую часть. Теперь, ну, фактически вот здесь три полосы движения в одну сторону, но выезд из двора, смотрите, теперь, чтобы выехать из двора дома Свиязева-4, 6 и 8, можно поворачивать только направо. Но основной поток автомобилей в любом случае едет в центр и, соответственно, приходится нарушать, потому что либо мы выезжаем для того, чтобы уехать в центр, поворачиваем направо и встаем на разворот, соответственно, мы там встаем в пробку, либо приходится проезжать через все-все-все-все дворы и выезжать уже на следующем перекрестке, вот где стоит светофор. А какого качества там дорога прямо сейчас покажем. Еще один вопрос касаемо этого перекрестка. Здесь изменилась схема движения, появилась стрелка для поворота направо, но не висит все еще никаких знаков касаемо какая полоса куда едет. Дело все в том, что раньше с левого ряда можно было поворачивать только налево, а с правого ряда проезжайте прямо и направо. По-моему, было так. Сейчас же все поменялось. Есть ли тут средний ряд, или его тут нету. С какого ряда туда поворачиваем, непонятно. Хотя дорога отремонтирована уже достаточно давно. Стрелка работает минимум в неделю уже тоже точно. Знаков все еще никаких нет. Хотелось бы, чтобы поправили ситуацию. Но прямо сейчас давайте посмотрим, по каким дорогам нужно проехать, чтобы выехать на соседний перекресток и, не нарушая правил, повернуть налево в сторону центра города. И так, чтобы выехать из двора по улице Свиязева-4 сразу в сторону центра города, нам нужно проехать по двору Свиязева-4, по двору Свиязева-6 и Свиязева-8. Но это еще полбеды. Дело в том, что тут, понятное дело, гуляют мамочки с колясками. Но вообще, это дворы не нужно превращать в проезжую часть. А потом начинается самое интересное. Мы должны проехать вот по такой очень неприглядной грунтовой дороге, которую подлатали, конечно, но это все равно не дело. И только потом мы попадаем уже на улицу Черденскую. И вот с нее уже можно выезжать на светофор, на перекресток и поворачивать налево. Как мне кажется, это очень неудобно. Ну что ж, на сегодня это все. С вами была программа Эх, дороги. Обязательно соблюдайте правила дорожного движения, пристегивайтесь, пристегивайтесь и следите за тем, чтобы ваши пассажиры тоже были пристегнуты. Не гоняйте, ну и хороших вам дорог и хорошего начала недели. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»